Красное мясо и сердечно-сосудистые заболевания. Роль микробиома. Клиническое исследование показало, что люди, которые регулярно едят красное мясо, демонстрируют повышенный уровень тмао в крови. Это молекулы, вырабатываемые кишечными бактериями. Это тоже может быть связано с увеличением риска сердечно-сосудистых событий. Помимо факторов риска, которые уже хорошо известны для сердечно-сосудистых заболеваний, курение, избыточный вес, диабет, стресс, сидячий образ жизни, плохое питание, работа группы доктора Стэнли Хейзена, Кливленд Клиник, показала, что кишечные бактерии, микробиом, также могут влиять и на образование бляшек в стенках артерии. Эти бактерии обладают способностью метаболизировать определенные молекулы, фосфатидилхолин, холин и корнитин, содержащиеся в продуктах живого происхождения, таких как мясо и яйца, в метаболические отходы, называемые термитиламином, ТМА. Этот ТМА перерабатывается печенью, где он превращается в N-оксид. ТМА – ТМАО – высоковоспалительную молекулу, которая ускоряет развитие атеросклеротических бляшек и повышает реактивность тромбоцитов в крови и, следовательно, потенциал образования тромбов в животных моделях. Подобный феномен, по-видимому, существует и у людей, поскольку некоторые наблюдения показывают, что повышенный уровень ТМАО в крови коррелирует с повышенным риском серьезных сердечных событий. Внезапная смерть, сердечный приступ, инсульт. В то же время, у пациентов с очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого количества атеросклеротических бляшек в их кровяных сосудах, уровень ТМАО в крови значительно выше, чем у пациентов с более низким уровнем атеросклероза. Различия между мясом. Связь между производством ТМАО и потреблением красного мяса хорошо иллюстрируется результатами клинического исследования, недавно опубликованного в европейском журнале «Сердце». В этом исследовании 113 добровольцев получали три изокалорийной диеты, каждая из которых содержала 25% белка, полученного из одного из трех различных источников красное мясо, белое мясо птица и белки растительного происхождения, бобы, орехи, цельные зерна. Каждый участник проводил 4 недели, следуя каждой из диет, чередуясь с периодами отдыха около одного месяца, в течение которых они ели нормально. Во время каждого из периода, когда соблюдались диеты, исследователи измеряли количество ТМАО, присутствующего в крови или выделяемого с мочой. Исследователи обнаружили, что ежедневное потребление красного мяса, эквивалентно 225 граммам стейка или двум котлетам из говяжьего фарша, было связано со значительным увеличением в 2-3 раза уровня ТМАО в крови и моче. Тогда как потребление белого мяса или растительных белков не имело такого эффекта, это увеличение вызвано увеличением продукции кишечными бактериями ТМА, и, следовательно, и ТМАО, за счет карнитина, присутствующего в мясе, а также снижением экскреции ТМАО почками. Интересно отметить, что это увеличение ТМАО полностью обратимо и быстро исчезает после прекращения потребления красного мяса. Таким образом, эти наблюдения подтверждают, что регулярное потребление красного мяса представляет собой основной диетический фактор, ответственный за образование ТМАО, что может объяснить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, наблюдаемой у людей, потребляющих много красного мяса и вяленого мяса. Предотвратите производство ТМАО. Замена красного мяса растительным белком представляет собой простой способ снижения продукции ТМАО, микробиомам и в то же время снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следует также отметить, что 3,3 диметил, один бутанол, другое вещество, содержащееся естественным образом в некоторых пищевых продуктах, таких как красное вино и оливковое масло, блокирует выработку ТМАО различными штаммами бактерий и предотвращает образование атеросклеротических поражений в моделях животных. Поскольку эти два продукта являются основными составляющими средиземноморской диеты, эта блокировка может участвовать в защитном эффекте против сердечно-сосудистых заболеваний, который был хорошо задокументирован для этого стиля питания.